Резко обострилась ситуация в Сирии. Под удар попали мирные граждане и гуманитарный конвой в районе Алеппо. Есть погибшие и раненые. Миссии Красного полумесяца приостановили свою работу в этом регионе. Террористы не соблюдают режим перемирия и, более того, начали наступление на позиции правительственных войск, используя затишье. В самом Алеппо и его окрестностях идут ожесточенные столкновения. Наш корреспондент Олег Шишкин находится в зоне боев. Из Алеппо его репортаж. Сгоревшие грузовики, разбросанные на дороге вещи, на этих кадрах последствия атаки на гуманитарный конвой на юго-западной окраине Алеппо. По данным ООН, обстрелу подверглись 18 грузовиков из 31-го. Погибли, по разным данным, до 20 человек, включая сотрудников международной миссии. Кто несет ответственность за этот обстрел, пока непонятно. Официальный Дамаск свою причастность категорически отрицает. В российском Минобороне еще утром заявили, что ни наши, ни сирийские самолеты удары по району, где находился гуманитарный конвой, не наносили. Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки. Автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса. Все продемонстрированное на видеокадрах – прямое следствие пожарогруза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо. Уже вечером в Минобороны сообщили, что в результате анализа данных с беспилотных аппаратов удалось установить новые детали. На видео хорошо видно, как вместе с этой автоколонной террористы перебрасывают пикап с прицепленным минометом большого калибра. Неясно, правда, кто кого прикрывает – миномет автоколонну с волонтерами белых касок или все же наоборот. И самое главное – куда исчез этот миномет возле конечного пункта следования автоколонны и по кому вел огонь во время ее стоянки и разгрузки. Позже в ООН заявили, что вводят мораторий на отправку гуманитарных конвоев в Сирию. Сирийское общество «Красного полумесяца» на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против атаки на конвой. Пока правительственные войска соблюдали режим прекращения огня и не отвечали на обстрелы боевиков, те использовали возникшую паузу для перегруппировки сил и подтягивали резервы. Масштабное наступление на Алеппо началось одновременно в нескольких направлениях. На юго-западе города целью боевиков и запрещенной в России и многих других странах Джабхат Ан-Нусры стал комплекс военных училищ. На этом направлении находились основные силы террористов. Главная задача была прорвать оборону сирийских войск и открыть дорогу в заблокированном в восточной части Алеппо отрядом боевиков. Это бы позволило коренным образом переломить ситуацию в городе. Но сирийская армия выстояла. При поддержке российских бомбардировщиков противник был отброшен. Уничтожено около 100 боевиков. 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Этот район правительственным войскам удалось отбить всего несколько недель назад. Здесь повсюду следы боев. Убегая террористы оставили запасы оружия и боеприпасов. А это помещение боевики, видимо, использовали под оружейный склад. Везде мины 120-го калибра. Вот эти самодельные бомбы, которые боевики изготавливают из газовых баллонов. А вот интересный экземпляр огнетушитель, заполненный тринитротлолом. Самодельная мина готовая к применению. Достаточно подать на эти провода напряжения, чтобы раздался взрыв. На севере Алеппо боевики минувшей ночью атаковали район Шейх Максут. И даже взяли под временный контроль километровый участок дороги Костелло. Это фактически дорога жизни. Ведь именно по ней доставляются гуманитарные грузы в город. Но в итоге сирийским войскам удалось вернуть прежние позиции. Согласно российско-американским договоренностям, здесь должна была быть создана демилитаризованная зона. О необходимости соблюдения перемирия в этом районе не раз говорили и в Генштабе Вооруженных сил России. На западе дороги Костелло оборудован КПП для пропуска гуманитарной помощи и гражданского транспорта. Осуществлена его передача представителям сирийского красного полумесяца. Организована охрана отрядами народного ополчения «Бустан» и «Щит». Дважды от этой дороги отводились тяжелое вооружение, техника и личный состав правительственных войск, но установленные соглашением дистанции. Но из-за провокации и нежелания оппозиции зеркально отводить свои вооруженные формирования, выполнение данного пункта договоренностей было сорвано. Ситуацию в Алипе сегодня прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условия, при которых возможно продление режима тишины в Сирии. Условие очень простое. Нужно, чтобы прекратили стрелять. И нужно, чтобы террористы прекратили нападать на вооруженные силы Сирии. И, конечно же, не помешало бы, чтобы наши американские коллеги случайно не бомбили сирийцев. Дмитрий Песков особо подчеркнул, что за последние 8 дней американцам так и не удалось провести размежевание террористов и так называемой умеренной оппозиции. То есть это обязательство, взятое на себя на переговорах в Женеве, ими не было выполнено. Между тем, по данным сирийской разведки, в атаках на Лепа вместе с боевиками активно участвовали и отряды оппозиции. С этой точки открывается панорама на районы Аль-Рамуси и Машарка. Позиция боевиков в 3-4 километрах. Отсюда обычно хорошо виден дым от разрывов снарядов. Но после ночных боев в Лепа непривычно тихо. Горизон чист. Сколько продлится эта пауза в боевых действиях, сейчас не может сказать никто. Но здесь все уверены, это затишье временное. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Максим Семин и Дмитрий Синицын. Первый канал Алеппо. Сирия.